В зале картинной галереи состоялся круглый стол «Художник и время». Мероприятие приурочено к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. Сотрудники сферы культуры, а также воспитанники художественных школ получили ответы на интересующие вопросы опытных спикеров и заслуженных деятелей искусств. Подробности далее. Как реализоваться молодому художнику, как выбрать верное направление и самое главное, как заработать с помощью живописи в повестке круглого стола три важных и актуальных вопроса. Гости, приглашенные в качестве спикеров, придерживаются одного мнения. Фундамент будущего успеха – качественное художественное образование. В этом плане у городского округа Люберцы есть хорошая база. Семь школ искусств и отдельная художественная школа. Всех одаренных детей мы выращиваем, холим и лилием. Они у нас участвуют во всех всевозможных всероссийских и международных конкурсах. Это в обязательном порядке. Если мы видим, что у ребенка очень действительно одаренный и талантливый, мы заключаем трехторонние соглашения между Комитетом по культуре, непосредственно родителями одаренного ребенка и институтом, куда он собирается поступать. Что это дает? Это дает ему бесплатное обучение. И мы гарантируем данному одаренному ребенку именно трудоустройство. После обучения важно выбрать правильный вектор творческого направления. Свои советы молодым живописцам дал заслуженный художник России Александр Рожников. Сейчас при наших цифровых технологиях очень много и компьютерного дизайна и так далее. Но все мы прекрасно знаем, что все базируется не на наших российских платформах. Дядя, который отключит спутник, если художник не умеет рисовать на бумаге, то все, что вы умеете делать руками, это у вас никакой диагноз, мы поняли от них. Все, что сделано руками, оно дышит. И ни на каком компьютере никогда никто не создаст ничего подобного. Начинающие художники получили ответы на многие интересующие вопросы. Например, в какие вузы стоит поступить и как стать заметным в большом мире искусства. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.